Здравствуйте, уважаемые коллеги! Давайте рассмотрим стыковку программного комплекса Stark с платформой информационного моделирования. На данном слайде мы с вами видим домик. Здание построено при помощи программы ArchiCAD. Значит, данное здание может быть выгрузено в формат AFC, который может быть далее открыт нашим расчетным комплексом или любой другой платформой информационного моделирования. Например, программа RENGA также успешно откроет модельку данного здания. Даем мы с вами ссылочку на эту модель. Загружаем AFC в файлик AFC формата. И вот, пожалуйста, моделька того же самого домика, но уже в программе RENGA. То есть и стыковка с ArchiCAD, и с RENGA, и с любой другой платформой информационного моделирования через формат AFC, работает, соответственно, идентично. Итак, полученный AFC файлик мы с вами наводим на ярлычок Stark. И программа нам сразу предлагает создать позиционную модельку. Вот, собственно, постмодель того же самого домика уже в нашем расчетном комплексе Stark. Итак, давайте модельку доведем до ума. Например, зададим грунтовые условия. Итак, выберем мы с вами фундаменту плиту данного здания. И выберем опцию плита на грунтовом основании. Говорим передать ОК. Ну, а дальше мы, собственно, пишем грунтовые условия для данной модели. Говорим грунтовое основание. Укажем условно глубину сжимающей толщи. Укажем абсолютную отметку начала глобальной системы координат. Пропишем какие-то слои грунта. Я возьму, наверное, один слой EG-песок. Укажем модуль деформации. Коэффициент Пуассона. Удельный вес. Отношение модулей деформации. Говорим скважины. Опишем какую-то скважину. Собственно, укажем отметку залегания грунта в данной скважине. Сохраняем полученный файлик. Идем на генерацию конечного элементного проекта. В режиме полного проекта, соответственно, вставляем модельку в полный проект и говорим о генерации края проекта. Будем учитывать кинематическую гипотезу, но не будем учитывать элементы на упругом основании. След колонн занесем в отдельную полососередине к НФЛ. Программа нам выдает список тех, соответственно, мест, где у нас с вами не будут сформированы следы от колонн. В частности, следы на фундаментной плите. Вот видим мы с вами их отсутствие. Ну а дальше, соответственно, в этой модельке у нас с вами уже задано круглое основание. Прошло сюда, соответственно, из постпроекта. И, соответственно, заданы у нас с вами также горизонтальные связи конечной жесткости. И поощрительной сходе из жесткости нашего грунта. Ну а дальше мы с вами, соответственно, выполняем расчет данной модели. Да, сохраняем полученный файлик. Выполняется расчет. Расчет успешно завершен. Здесь у нас фигурирует только собственный вес конструкции данной модельки. А дальше давайте мы с вами посмотрим картину деформации от собственного веса. Суммарное перемещение. Деформируем схема заливочкой. Укажем масштабный коэффициент. Вот, пожалуйста, деформированная схема нашего сооружения. Максимальная деформация, соответственно, получилась от 19 мм от собственного веса. Вот таким образом работает стыковка Старка с платформой информационного моделирования. Спасибо за внимание.